Добрый день, коллеги! Я вас приветствую на нашем следующем вебинаре, который посвящен нашему проекту «Библия школа». Подробно нам сегодня на эту тему расскажет Константин Николаевич Костюк, руководитель и генеральный директор компании «Директ Медиа». А я, как всегда, предваряю наш вебинар и приглашаю вас на наши следующие вебинары. Напоминаю, что все материалы наших вебинаров хранятся в папочке «Общедоступные ресурсы». Сегодня вы можете скачать из этой папочки сегодняшнюю презентацию, а также план наших будущих вебинаров до конца декабря этого года. План вебинаров иногда немножечко меняется, поэтому я вам советую скачивать каждый раз, когда вы приходите на наш вебинар, свежий файл. Вот, собственно, и все. На этом моя предварительная часть заканчивается. И я хотел бы передать слово Константину Николаевичу с тем, чтобы провести сегодняшний вебинар. Спасибо за внимание. До свидания. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад вас приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре. У нас сегодня немножко необычная новая тема. Библиошкола. Те, кто часто посещает нашу учебную программу, знает, что это один из новых продуктов, проектов нашего издательства «Директ Медиа». И вот, наконец, мы рады его представить и постепенно будем разворачивать и показывать, что же мы создали, что мы предлагаем вам. Прежде всего, это касается среднего образования, в данном случае, школам. Сегодня, тем не менее, мы посвятим наш семинар не столько всей электронной библиотеке, библиошкола, сколько отдельному проекту внутри него. Это художественная литература, рекомендуемая Министерством образования и науки Российской Федерации. Для начала, несколько вводных я скажу касательно вот той ситуации, которая складывается в секторе школьных библиотек, литературы и в связи с изменениями в Министерстве образования. И хочу вообще обратить внимание на то, что вот этот год ознаменовался очень внимательным интересом и к школьным библиотекам вообще, и к электронным библиотекам, как части информационного обеспечения школ в частности. И в первую очередь, то, что касается этого, укажу на разработанную в этом году, в начале этого года, концепцию преподавания русского языка и литературы Российской Федерации, которая одна из немногих предметов, где появилась такая полноценная интересная концепция, которая ориентирует на развитие системы изучения русского языка и классической литературы. То есть подхватывает наши традиционные ценности, которые, как вы знаете, в нашей классической литературе сконцентрировались как нигде больше. И, разумеется, без литературы нам никуда, это наше все. Вот, собственно, в развитии и этого сегмента классической литературы, тот проект, о котором будет сегодня идти речь, вот, но, для начала, второй интересный документ, это вторая концепция, которая разработана была Педагогической библиотекой имени Ушинского вместе с Академией образования и Школьной библиотекой Школьных ассоциаций. Вот это концепция развития школьных информационно-библиотечных центров. Обращая внимание, вот, на само понятие информационно-библиотечные центры, это не просто библиотеки в их классических виде, это именно модернизированные, с акцентом на электронные ресурсы, на информационные технологии, это новый подход к тому, как должна развиваться школа, школьная библиотека. И, в частности, опять к нашей теме, если раньше наполнение школьных библиотек в основном происходило только за счет учебной литературы, то сейчас довольно громко был поставлен вопрос, что не только вот сугубо учебная литература, а также дополнительная литература, вот художественная, классическая литература, все это должно быть в школьной библиотеке. Вот, собственно, это и подвигало и нас к идеям нашего проекта «Библиошкола». И вот третий документ, ну, я его здесь не стал приводить, но его все, наверное, относящиеся к этому вопросу знают, это то, что в этом году Министерство образования и наук выделили субсидии 24 регионам, субсидии на закупки, прежде всего, художественной литературы, это три списка для ступеней образования и гражданско-патриотической литературы. На эти проекты выделены деньги, вот были заявки, эти 24 региона выиграли, сейчас уже проходят конкурсы обеспечения и, в общем, многие и эти, и другие регионы обеспокоены теперь, вот как обеспечить это требование в своих школах. Вот здесь, я думаю, мы будем очень вам полезны, поскольку давно уже занимаемся, и один из первых наших проектов вообще была хрестоматия по русской литературе. Вот, так что, как вы видите, складывается особая ситуация усиленного внимания к преподаванию русского языка и вообще к предоставлению и чтению классической литературы, это действительно общенациональная проблема, дети перестают читать, и надо нам что-то вместе с вами предпринимать. Вот, поэтому и новый министр, Ольга Юрьевна Васильевна, она в первых же своих выступлениях очень четко расставила эти концепции и прямо непосредственно указала и на эту литературу, на родное чтение, возвращение внеклассного чтения и та школьная программа, которая изучается в школах. То есть тот проект, о котором мы говорим. Ну, вообще, вот, значит, наш сайт, вы все можете по адресу в Библио Скул, зайти и посмотреть на него, зарегистрироваться бесплатно, тестовый доступ получить, все это свободно и открыто. Вот, но главное, почему, я думаю, все мы должны обратить внимание на этот и подобные проекты, мы не можем с вами игнорировать время, да, мы видим наших детей, как они, ну, буквально сродняются с своими гаджетами, смартфонами, планшетами, сколько времени они там проводят. И, конечно, если просто упорствовать и надеяться, что они когда-то обратятся к книге и когда-то все-таки это произойдет, наверное, тогда никогда это не произойдет. Надо и нам входить в их мир, информационный мир, вот, мир их восприятия и вот через те же планшеты, смартфоны, айпады, айфоны доставлять им книгу. Книга на этих устройствах так же прекрасно несет в себе тот же обогащающий личность капитал и, уверяю вас, если вот та работа, которую мы уже много лет ведем, работой с электронной книгой, если нам удастся электронную книгу через эти электронные устройства внедрить, то, значит, наши дети не будут ничего лишены и мы будем спокойны за следующее поколение. Вот основная мысль, которая подвигала нас на создание такого проекта, а теперь вкратце совершенно расскажу о том, что вы здесь можете найти. Если говорить кратко, концептуально, вы найдете там книги для школы, но не учебники. Почему? Скажу отдельно. Потому что учебники, как вы знаете, это обязательная литература, там занимаются специальные издательства, они очень серьезно контролируют свой контент и стараются сами его распространять и никому больше не давать. Ну, а самое главное, это самый дорогой контент, который на сегодня существует в школе. То есть, если, например, мы бы сказали, вот вам электронная библиотека школьная с учебниками, то цена вот этого проекта сразу бы надбавила 1, 2, если не 3, 0 к тому ценнику, который сегодня представляем мы. И вот там 100, 200, 300 учебников бы представляли, составляли львиную долю этой цены, а вот те остальные книги, которые мы и хотим донести, а это около 15 тысяч книг, они бы там практически игнорировались и ценность их бы была несопоставима более низка. Мы хотим действовать наоборот. Мы хотим вам представить именно не учебники, а различную литературу, которая важна на всех этапах работы в школе. И для школьника, для его развития и самообразования, для работы над проектами, и для преподавателя в его методических поисках и трудах, и для родителя в его процессе воспитания. Вот таких книг очень много, они не хуже и не менее важны для жизни, чем учебники, но мы в едином концепте можем представить по несразмеримой цене и именно дать вот такой ландшафт самых разнообразных потребностей и самых разнообразных способов применения. То есть, вы здесь видите и методическую литературу, и различные издания по педагогике и психологии, по дошкольному обучению. Здесь вы найдете различные хрестоматии по литературе, материалы для подготовки к ЕГЭ, литературу для внеклассного чтения, развивающую литературу по разным всем предметам, справочную, энциклопедическую и, наконец, издание для детского досуга и его организации просто для интересного чтения школьников вне программы приключений и так далее. Вот. Это, что касается книг. Есть здесь и такое интересное дополнение у нас аудиокниги. Причем оно идет тоже бесплатно, цену не набавляет. Это более трех тысяч аудиокниг. Причем это в основном тоже художественная литература, вот именно та, которая изучается в школьной программе. Вот. То есть это, бесспорно, тоже электронный формат, который сейчас очень популярен. вот. И помимо текстовых материалов, здесь вы найдете и различные обучающие мультимедии, мультимедийный формат. Ну, например, цифровые карты, уникальная коллекция, где можно и контурные карты, исторические карты, уж не говоря о географических найти, удобно их использовать. Это различные тренажеры, которые можно загрузить себе тоже бесплатные. В них разнообразные тесты, справочники. Это возможность школьных проектов создания, но это пока в разработке мы пока не открыли, но в дальнейшем школьники могут самостоятельно создавать свои проекты, используя материал и размещая на нашем же портале. что важно и полезно на нашей библиошколе, самое главное, чтобы было удобно читать. Вообще библиошкола у нас в первую очередь ориентирована на то, чтобы читать книгу на планшетах, гаджетах, но и на экране компьютера тоже. Здесь есть удобный каталог, который позволяет легко находить нужную литературу. Разумеется, поиск и по платформе, и по разделу, и по книге. Разные возможности сервиса, цитирование, распечатки, сохранение книги. Ну и самое главное, что все наши книги прошли качественную подготовку. Они представлены наиболее популярных сегодня форматах EPUB, или если нет его, то PDF, то есть они все удобно читаются с экрана компьютера и с мобильных устройств. И в отличие от многих библиотек, над каждой книгой практически здесь произведена работа. Вот теперь немножко выделю из всего нашего контента интересные проекты. О них расскажут мои коллеги чуть-чуть позже отдельно книг, но я вот такие блоки тоже выделю. Например, одна из наших гордостей это библиотека русской классики. Мы давно уже собираем собрания сочинений, они практически полны всех классиков русской художественной литературы. Там и кроме самих сочинений мемуары, дневники, письма, заметки, различная литература отзыва современных современников, исследования, то есть для такого более-менее углубленного изучения для дополнительной литературы. Вот такой коллекции вообще ни у кого сегодня нет. Электронных прежде всего. Вот второй интересный формат это тематические коллекции, которые вы тоже можете найти в нашем каталоге. Коллекции это собрание самых интересных ключевых книг по некоторым темам и предметам, которые интересуют в частности школу больше других. Здесь у нас много исторических коллекций, здесь много художественных, например, великие художники, великие музеи, здесь много и литературных коллекций, например, юношеская библиотека, библиотека приключений, фантастика, сказки, литература русского зарубежья, в общем, это самые важные книги по отдельным таким интересным темам. А теперь я, наконец, подошел к ключевому моменту, к тому списку художественной литературы, который мы приготовили и хотим вам презентовать. Напомню, этот список создан в Министерстве образования и науки при содействии Педагогической библиотеки имени Ушинского и Библиотечно-школьной ассоциации. Со всеми этими коллегами мы работаем, и поэтому собственно мы одни из первых, у кого эта коллекция оказалась в наличии. В целом коллекция довольно большая, тут 580 произведений, она состоит из школьной программной литературы и литературы по гражданско-патриотическому воспитанию. Это наши самые сильные блоки. Помимо произведений, которые вы найдете, это тоже произведения все подготовленные, хорошо отверстленные, с редактурой сделанные, то есть качественные в электронном виде, мы планируем в ближайшее время вот эти электронные издания значительно обогатить. Но прежде всего насытим их иллюстративным мультимедийным материалами у нас это есть. Если кто знаком с продукцией нашей фирмы, когда мы раньше занимались на распространяли электронные книги на компакт-дисках, у нас уже существовали хайстомати, очень популярные, там было кроме самих книг иллюстрации к книгам, различные видеофрагменты из кинофильмов посвященных темам, в общем, это все делает занятие гораздо более интересным и увлекательным. Вот это все у нас в ближайшее время тоже будет. Вот, потом здесь вы найдете в ближайшее время и такие тестовые материалы на усвоение качества произведения, скажем, краткое содержание произведения, чтобы можно было всегда обновить память свою о том, о чем это произведение. Вот, такая база данных у нас тоже собрана, существует. Дальше мы разработаем тесты на проверку знаний произведений, то есть, все полезное, что можно сделать с помощью информационных технологий, все мы это добавим, так что это будет гораздо больше, чем просто книга, это будет целый комплекс вокруг каждой книги, интерактивный комплекс, повышающий увлекательность этого занятия и качество усвоения. Ну, и тоже немаловажно то, что мы провели полную методическую, издательскую, юридическую подготовку корпуса этих текстов, это все-таки большой блок, и вы его получите уже в готовом виде. Обращаю внимание, что вот те регионы, которые выиграли эти конкурсы, они собственно, получили субсидии, и все, вот такая коллекция, сейчас уже проходят тендеры, она вообще-то стоит очень-очень дорого. Вот, вы увидите, что в нашей библиошколе, кроме того, что есть помимо этого проекта очень много другой интересной литературы, все это стоит очень доступных денег, то есть практически недорого. Вот, и а еще хочу сказать о Христоматии плюс, о дополнительном аспекте, все-таки та литература, которая собрана в этих списках, ну, специалисты некоторые проявляют и скепсис по поводу некоторых изданий, которые туда попали. Разумеется, любой вот список, пусть даже он от Министерства образования идет, он в какой-то степени случайен, какой-то произволен и далеко не охватывает вот тот комплекс литературы, которым мы погружаем нашего школьника. Вот, кроме вот этих вот 580 книг, мы работаем и по другим авторам и произведениям, которые фигурируют в учебных программах, в учебниках и линейках учебных по литературе. Ну и самое главное, вот неплассное чтение, это практически другая планета, которая вот сюда практически не вошла, а вот в нашей библиошколе это один из сильных акцентов. Вот эту вот укрупненную, так скажем, хрестоматию, коллекцию художественной литературы, мы тоже сейчас развиваем, мы ее создавали также с участием академии, специалистов из академии образования, я думаю, вот после того, как все насытятся как бы основным комплектом, они проявляют очень большой интерес к этому расширенному, вот он где-то, этот вот комплект в два раза больше, чем вот списки министерства образования. Вот, а теперь я уделю несколько минут тому, что кроме книг вы получите в нашем сервисе, вот, потому что все-таки библиошкола это не просто набор книг, а это портал, и это то, что называется электронно-библиотечная система. Вот, до сих пор электронно-библиотечная система существовали только на рынках высшего образования, ну, может быть, СПО пользовались, а до школ практически не доходило. Вот, мы начинаем внедрять это понятие в школе, в частности, вот сейчас разрабатывается стандарт по ЭБС с нашим участием, и там тоже средняя школа, среднее образование выступает как та область, где тоже обязательно должны быть электронно-библиотечные системы, то есть хорошие, сложные, такие интересные многофункциональные программные комплексы, дополняющие текст различными информационными сервисами. Итак, что позволяет электронно-библиотечная система в школе? Во-первых, иметь богатую литературную книжную коллекцию, об этом я, собственно, сказал. Во-вторых, предоставлять доступ не только в помещении школы, но и из дома. Вот это очень важный момент и уникальный. Мы сегодня такую вот опцию предоставлять доступ из дома имеют только студенты вузовские. На самом деле понятно, что это очень необходимая опция. В школе там нет времени читать или мало времени заходить в библиотеку, все не пойдут туда. Конечно, в основном это все должно быть из дома. вот у нас в цену ЭБС сразу входит такой доступ безлимитный, без ограничений. Можно из дома читать, причем не только самим школьникам, но и родителям пользоваться полноценно всей нашей библиотекой. Вот это очень важно в сегодняшний век интернета. Вот и что важно тоже, что вот такие электронные библиотечные системы это не просто интернет, в котором никогда нельзя проверить правильность информации и ее достоверность. Это именно такие издательско-научные ресурсы, которые гарантируют свое качество и полноценность информации. Вот дальше в электронной библиотечной системе вы можете отслеживать активность чтения учениками. Это может делать и администрация, это могут делать родители. Можно создавать и публиковать собственные проекты школьников, об этом я сказал. и наконец можно интегрировать электронную библиотечную систему с системами электронных дневников, порталами e-learning, сайтами школ и так далее. То есть делать ЭБС элементом информационно-образовательной среды. Объявлю об еще одной новинке, которая у нас сейчас готовится в разработке, это аналитик чтения. Условное название предварительное НЕСТО. Что это такое? Это в первую очередь имеет тело к нашей христоматике. Это программный комплекс оценки уровня сложности текстов и качества усвоения прочитанных текстов. То есть это некая метрика читательских навыков и самих текстов. Особенно, конечно, очень будет интересно преподавателям по литературе. То есть с помощью нашей программы вы можете всегда оценить уровень сложности различных текстов, которые хотите рекомендовать школьникам. По итогам их чтения вы можете оценить уровень читательской квалификации. Сложный этот текст, не сложный. Удается усвоить ученику или надо понизить ему планку. Проверка качества усвоения текстов проверяется с этой программы. И в целом система оценки прогресса читательских компетенций. То есть уровня чтения. Вы можете со временем строить линейки, графики, есть ли прогресс у школьника в его читательских навыках или нет. Ну и наконец на основе вот этого этих метрик вы можете строить рекомендации книг из нашей библиошколы. Именно тех книг рекомендаций, которые соответствуют интересам, уровню сложности чтения школьника, которые как раз подходят ему по всем параметрам. В общем это очень такой инновационный комплекс. В других странах он уже есть, скажу честно. Наша страна пока раздумывает. Мы надеемся здесь быть первыми. Ну и последний такой технический аспект, очень важный мобильный формат использования. Библиошкола, как я сказал, она ориентирована на то, что в первую очередь читались гаджеты. Сейчас пока это в разработке, мы здесь не одни это делаем, а с партнерами очень технологически продвинутой компании Агриджион, которая позволяет четко отслеживать лицензии, то есть всю юридически правовую сторону закрывать, которая очень важна. Вот с помощью этого комплекса книги могут быть доступны оффлайн. Пожалуйста, скачивайте в свое приложение и читайте. Ну и заключая свое выступление уже обобщу. Итак, для кого кому будет интересна наша библиошкола в первую очередь? То, что от этого получится? Во-первых, школьник что получит? Это прежде всего литературу для программного внеклассного чтения, дополнительную литературу по разным предметам, литературу для саморазвития, индивидуальной подготовки, книги вне программы для чтения на досуге и различные материалы для разработки своих проектов, своих навыков. Что получит преподаватель? Здесь большой комплекс методической литературы, литературы по педагогике, по школьной психологии, то есть углубленной пласты, такой литературы ни в каких аналогичных электронных библиотеках практически нет. Это издательская, очень дорогая сама по себе ценная литература. Дальше, программные инструменты для отслеживания качества чтения, усвоения материала, о которых я сказал пару слов, дополнительная литература для своих школьников для саморазвития, олимпиад, проектов и так далее. Ну и наконец учебную научную литературу для повышения квалификации. То есть как вы видите этот ресурс включает и полноценную книжную программу для преподавателя. Наконец администрация тоже получает очень много. Это ключевые элементы информационно-образовательной среды. Уверяю вас школа имеющая такой продукт она сразу повышается на ступеньки своей прогресса. У нее сразу помимо всяких дневников появляется ключевой элемент информационно-образовательной среды. Потом учебные, художественные, научные, популярные литературы для детей и для преподавателей по очень доступной цене. Мультимедийный контент, программные инструменты те же самые для улучшения качества обучения, литературу для повышения квалификации преподавателей и вот наша такая ягодка это проект художественной литературы, который рекомендуется Минобрум науки и в ближайшее время будет для всех абсолютно обязательным. Ну и наконец родители тоже остаются не в стороне, они получают полноценную детскую подростковую библиотеку, могут сами помогать своим детям выбирать что-то для учебы и досуга, они получают и для себя тоже научно-популярную литературу по детской психологии, воспитанию, и они получают различные мультимедийные контенты, литературу для подготовки к ЕГЭ, дополнительных занятий, материалы для поступления в ВУЗ и так далее, и так далее. И опять же различные программные инструменты отслеживать успеваемость, качество учебы и так далее. То есть, как видите, наш портал, он многофункциональный для всех школьных аудиторий, представляет что-то свое интересное. И еще несколько жемчужинок таких интересных, полезных для школы, например, арт-портал «Мировая художественная культура». Он у нас предлагается, он самостоятельный, это иллюстративно-образовательный портал, в котором можно знакомиться с культурой, историей искусства, развивать свою личность. Причем, для первых 20 подписчиков библиошколы этот портал полноценный, интересный, предоставляется бесплатно. Вот это еще раз образовательный иллюстративный программный комплекс. Здесь более 70 тысяч произведений шедевров искусства и по живописи, архитектуру, скульптуре, то есть по всем вообще форматам. Здесь собрана информация по стилям, эпохам, жанрам, то есть очень такой уникальный образовательный проект. В ближайшее время мы тоже развиваем его и там будет он наполнен такими школьными образовательными интерактивными интерактивами. По нему можно вести и программы и использовать самоподготовку. еще один проект он вообще у нас бесплатен и также будет полезен для школы это энциклопедиум. Более 500 энциклопедий справочных пособий многие из них как раз адаптированы для детей. Вот вам пример странички большая часть наших справочных энциклопедий они обращаются к детям. Вот собственно на этом я свой обзор завершаю. Вот завершаю это вот таким слайдом что подписка это не просто выгодно это супер выгодно. если вы подсчитаете я надеюсь вы все знаете сколько стоит стоимость одной книги вот это взят скриншоты из магазина сейчас книги стали очень дорогими 300 500 800 рублей особенно учебные даже учебники и то дорогие вот если посчитать умножить те 15000 которые нами отобраны предлагаются это будет гигантская сумма для школьной библиотеки вот в формате подписки которые предлагаем мы на один год это вся литература стоит всего 20000 для любой школы согласитесь что вот такую сумму могут собрать и родители в классе для всей школы и школа наверное при желании не может отыскать такие резервы бюджета или бюджета есть консорциум варианты когда мы можем предоставлять еще это с большой скидкой для регионов ну вот в общем заходите на сайт вы увидите там опцию как подключиться то есть можно сделать это родителю самостоятельно для физических лиц это уже другая там более щадящая цена около тысячи рублей то есть можно купить для себя а можно купить для всей школы вот всего лишь за 20 тысяч рублей без ограничения использования в школе и дома так что пожалуйста пользуйтесь милости просим ну а сейчас я хотел бы предоставить слово нашим редакторам людям которые непосредственно работали с этой коллекцией вот но прежде всего кратенько буквально пять слов скажет специалист который составлял всю программу вот это наши расширенные хрестоматией специалисты академии образования Ирина Мерзликина вот она расскажет как формировалась наша коллекция и какие вот помимо этих списков минобра какие еще потребности можно закрыть после нее выступит редактор нашего издательства Леонид Сурис который расскажет о самых интересных книгах и коллекциях которые тоже будут вам интересны благодарю за внимание уступаю свое место коллегам добрый день спасибо спасибо большое за то что Константин Николаевич предоставлено слово меня зовут Ирина Мерзликина я являюсь одной из автором и редактором художественной библиотеки художественных произведений мы с нашими коллегами разрабатывали соответствую со стандартом и старались собрать как можно большее количество произведений чтобы чтобы наша библиотека подходила под все программы как известно программ несколько сейчас их количество наверное будет сокращаться но произведения мы надеемся будут важны и полезны всем и обучающимся и обучающим тем кто работает в образовании и родителям тоже сейчас как известно значит вышел документ так называемый 100 произведений которые нам Путин Владимир Владимирович посоветовал изучить в школе и мы этот документ тоже учитывали при создании нашей новой библиотеки и еще один маленький нюанс значит все дети которые сдают экзамен по ЕГЭ в 11 классе вот этот список литературы он каждый год меняется и это так можно если выразиться таким языком это будет наша фишка мы этот список тоже будем всегда пополнять и учитывать в связи с тем как меняется список произведений что еще сказать вне классное чтение запуталась ну да также спасибо также мы готовим то есть подготовили при создании нашей библиотеки и произведения которые созданы не созданы а рекомендованы для изучения на внеклассном чтении и постарались внести туда не только те которые рекомендованы но и те которые к конкретным спискам но и рекомендованы по программам по литературе основным известными авторами например Коровина и Сухих это самые основные программы с нашей точки зрения которые используются при обучении в школах мы очень надеемся что наш ресурс будет полезным важным и востребованным среди школьников педагогов и родителей мы стараемся теперь я передаю слово нашим коллегам добрый день я уже хотел бы рассказать конкретно о той работе которую мы провели получив пять значит соответственно пять списков министерства образования разделены они на пять частей это первый и четвертый класс пятый девятый десятый одиннадцатый список литературы рекомендуемый как патриотическое воспитание и список литературы для однеклассного чтения ну во-первых должен сказать что конечно впервые наверное я процентов с восьмидесяти произведениями которые туда включены согласен это огромный процент огромный я даже не ожидал того что туда конечно здесь я как представляю министерство образования проводило в интернете голосование там были представлены представляли люди то что они бы хотели и это тоже наверное отразилось ну во всяком случае достаточно качественные произведения включены и в эти списки значит произведения там не только художественные это и научно популярные есть и произведения по истории что тоже важно и вот хотел бы сначала остановиться ну по на некоторых произведениях которые я считаю особенно важных из этих списков вот первый четвертый класс открываем и первые прямо бальзам на душу Игорь Иванович Акимушкин два произведения Игоря Ивановича Акимушкина ну наверное многие из вас знают и в советское время наверное это был один из самых популярных авторов который писал о природе о животных обладая не только он был талантливым ученым он был еще очень талантливым писателем к сожалению ушел Игорь Иванович в 93 году но его книги как читались читаются и будут читаться и там две прекрасные книги совершенно порекомендованы эти списки все-таки рекомендованы но две прекрасные книги порекомендованы это которые могут например вот детям первого четвертого класса заинтересовать просто интерес привить биологии живой природе зоологии там все настолько интересно что хочется узнавать и узнавать вот ну вот например книга следы невидимых зверей вот маленькая аннотация жили на земле птицы великаны ростом больше слона в лесах конго обитает водяное чудовище пожирающее бегемотов из оологов одной экспедиции в Камеруне напал птеродакте лайнер Санта-Клара столкнулся в океане с морским змеем а норвежский корабль Брунсвик был атакован гигантским кальмаром что здесь правда а что выносят вот на эти вопросы и дает ответы в блистательной форме с великолепным русским языком Игорь Иванович Акимушкин я считаю что вот раньше к сожалению это как-то проходило мимо школы то что включены вот такие книги действительно которые нужны это очень важно вторая книга тоже очень интересная она более ранее это Причуды природы тоже книга замечательная совершенно и я думаю что ну появятся многие школьники появится интерес к биологии и захотят сделать это своей профессией уже тогда закладывается вот в первом четвертом классе интерес к какому-то школьному предмету который потом может быть станет интересом в жизни вот потом следующее тоже вот в первом четвертом классе еще кого бы хотел там Нобелевский лауреат великий английский писатель Рейет Киплинг Маугли ну Маугли это выжимка так сказать это кусок большого произведения Киплинга который надо читать целиком это называется две книги джунглей есть в великолепном русском переводе эти книги умные совершенно так сказать интересно читающиеся даже в этом возрасте и взрослые и дети их читают и мы-то знаем Маугли например по в основном мультфильму великолепный мультфильм только там все не совсем так как книги Киплинга и персонажи не совсем такие а вот у Киплинга это совсем немножко по-другому и мудрый шакал Табаки который дает правильные советы у него и когда и Маугли говорят что слушай Табаки он правильно говорит и многое многое другое то есть включение вот например этого произведения это тоже важно потому что это прививает и детям и хороший вкус литературный и произведение очень умное вот так что теперь хотел бы пятый восьмой класс ну здесь тоже произведение достойно много произведений вот то что хотел бы сказать ну первое что приходит в голову Алексей Константинович Толстой князь Серебряный Алексей Константинович Толстой был совершенно гениальным русским поэтом и блистательным писателем умным остроумным и князь Серебряный одно из лучших исторических произведений в русской литературе важное и очень очень интересное и очень актуальное как выяснилось на сегодняшний день поэтому это очень хорошо например когда я учился в школе мы не изучали произведения Алексея Константиновича Толстого я его уже узнал гораздо позже это большой плюс следующая там книга в пятом девятом классе из того что мы тоже не изучали когда-то а изучать надо Марина Ивановна Цветаева мой Пушкин блестящее эссе блестящее эссе Марина Ивановна Цветаевой о Пушкине который настолько так хорошо написан что просто интерес вызывает там вещи не бесспорные но очень интересные очень интересные и очень помимо Михаил Афанасьевич Булгаков собачье сердце роковые яйца но тут говорить не о чем это замечательное произведение и конечно то что их включили туда по выбору ученика вот оба произведения достойные оба произведения чрезвычайно умные так и все то что написал Михаил Афанась Булгак теперь я хотел дальше перейти немножко может быть перескочить в важной теме которая проходит практически во всех списках эта тема которая для нашей страны особенно важна и всегда будет важна эта тема второй мировой и Великой Отечественной войны как составляющая второй мировой войны очень много написано об этой очень много всевозможных материалов в последнее время да и не последнее написано и в Советском Союзе и за рубежом очень много потому что это очень больная тема для нашего народа где такие такие потери которые он понес такие решения которые понес наш народ это конечно немыслимо и вот первое что бросается в глаза конечно это просто можно только поаплодировать это книга Николая Николаевича Никулина «Посприминание о войне» ну Николай Николаевич Никулина многие знают это выдающийся советский и российский советский искусствовед один из крупнейших специалистов по нидерландской живописи 17 века его знаменитая книга альбом роскошно изданный золотой век нидерландской живописи по-моему во всем мире издан то есть это всемирно известный ученый член корреспондент Академии художеств один из лучших сотрудников выдающихся сотрудников государственного Эрмитажа но он известен был нам с этой стороны а он это очень сложная биография он мальчишки после школы практически совсем молодым человеком пошел на фронт он пошел на фронт рядовым он остался жив он прошел всю войну всю войну это огромная редкость тогда вот из его поколения очень много выбитые поколения вот Николай Николаевич Никулин остался жив и имеет ну был не только выдающимся ученым но и человеком который хотел донести правду потому что очень много о войне написано прямо скажем людьми которые плохо разбираются или просто фальсифицируют эту историю или показывают что вот все было так а не так а наиболее ценные книги это те кто написаны теми кто воевал и вот Николай Николаевич Неслинин воспоминания о войне хочу только маленькую цитату из письма которое было написано Николай Николаевич милый дорогой Николай нелегкое это чтиво сколько вы вывалили нашей страшной войны которая в общем уже стала забываться даже ее участник я читал с непокидающим ощущением сожаления от того что не издана эта книга это что это только рукопись для нее хотя понятно конечно а это можно было выиздать еще недавно такой из редакции и издательств не возвращалась издавалась КГБ это написано в советское время вот сейчас вы знаете а теперь кому это надо издательство озабочено лишь одни доходами а литература такого рода доходов не принес Василий Зульков но все-таки нашлось издательство действительно никто издавал огромное спасибо директору Эрмитажа Петровскому который издал эту книгу потом эту книгу обсуждали и обсуждают в сети есть даже аудиокнига сделана потому что очень мало такой правды вот такой правды это такая правда очень дорогого стоит Добрый день Юрий Теперь вообще так что я рекомендую вот книга Николая Николаевича Никулина это должны это тяжелое чтение но книги чтобы этого не повторилось должны школьные это знать десяток одиннадцатых классов конечно это для них но это нужно теперь там в принципе очень хорошая подборка авторов военной литературы очень хорошая и важная Василий Семенович Гроссман «Жизнь и судьба» это выдающееся произведение человека который видел войну не понаслышке который полностью был в Сталинграде это тоже книга выдающаяся тут уже разговоров имеет местами страшная но в целом конечно надо Борис Васильев в списках не значится Борис Васильев Азорь здесь эти произведения человека прошедшего войну это правда о войне и тоже надо это читать Василь Быков еще один человек прошедший войну мертвым не больно там и другие произведения Василия Быкова но это один из лучших авторов честнейших авторов пишущих о войне Георгий Владимов генерал его армии очень достойное произведение Виктор Петрович Астафь Проклятый и убитый тоже книга прошедшего о войну человека который в конце жизни написал то что он хотел написать всю жизнь Юрий Герман Виктор Платоныч Некрасов вот то есть авторы лучшие авторы Константин Симонов там у нас мы издавали это и в наших коллекциях есть вся трилогия Константина Симонова живые и мертвые вот и сюда включили тоже это очень важно это честные книги о войне людей которые видели войну теперь вот вот ну и теперь что я могу еще сказать очень многие книги из этих списков были у нас уже были в наших коллекциях которые мы создавали для того чтобы пользоваться библиотеки это коллекции значит кинороман коллекции которые русский исторический роман коллекции которые было создано создать комсомольская правда русская история в романах вот это и в коллекциях приключенческой литературы которые у нас есть там и братья Стругацкие и коллекция фантастики вот все это многие из этих произведений у нас есть были вообще наши коллекции честно говоря вот я смотрю на них мне не стыдно за то что мы сделали наши издательские коллекции они сделаны действительно с любовью они сделаны квалифицированно и тексты там тоже в настоящем качестве для чтения вот поэтому то что мы сделали я считаю что это важно тем более что есть два момента по поводу электронного прочтения книг вот я лет пять не читаю бумажных книг содержал ну здесь всю жизнь я читал очень много лет пять я уже не читаю у меня стало падать зрение вот и я перешел тогда на читалку на электронных книг я до сих пор без очков это раз удобство конечно несоизмеримое у вас в этой читалке половина мировой литературы это второе и конечно это брать с собой это вы же не повезете здесь можно брать с собой это очень удобно для работы вот я для себя вот это вот решил достаточно давно и вот нормально совершенно поэтому во второе конечно ну приходишь в книжный магазин я для внуков покупаю там ну немыслимые уже цены на книги можно уже какие-то запредельные уже по-моему доехали до Германии где дорогие книги там в Испании доехали там достаточно дорогие книги мы уже по-моему дошли точно так что это все то что я вам хотел сказать спасибо так дорогие коллеги ну наверное какие-то вопросы накопились на которые я и мои коллеги смогут ответить сейчас я посмотрю по нашему чату так пока не написали ну вот пару а вопросы вот отдельно все значит вопрос первый предусмотрено ли издание использование изданий офлайн да предусмотрено но на устройствах пользователей то есть вот на смартфонах на планшетах айпадах и так далее будет приложение оно честно говоря вот сейчас пока недоступно но в ближайшее время в течение месяца я думаю будет уже полностью доступно на него можно будет скачать эту книгу а в случае работы школы она сможет распределять лицензии и та литература которая имеет там правный характер там потребуется выдавать вот эти лицензии для учеников отдельно вот эти книги будут читаться офлайн вот сейчас пока устройствами можно тоже пользоваться мобильными но это будет все равно чтение онлайн то есть не закачивая файл книги второй вопрос какой процент изданий представлен в формате е-пап потому что формат пдф не читаем на смартфонах и части планшетов проверены на университетской библиотеке онлайн все правильно значит вот та коллекция которую мы сегодня представляли то есть художественная литература в списке минобра она вся доступна в е-пап все книги доступны в е-пап вот а вот литература других жанров там у нас есть е-пап но очень много остается в пдф но планшеты все-таки я не соглашусь на планшетах всегда можно читать пдф ну если это там не микро а планшет так вот вопрос когда планируется выпуск мобильного приложения почему не разрабатывается приложение для windows фонов ну я уже сказал что в ближайшее время оно должно уже выходить но запаситесь на месяц терпением а вот в плане windows неправда вот это приложение которое мы с нашими партнерами компания гриджон разрабатываем оно будет и для android и для ios и для windows так что не принимается как реализовано положение о защите детей информации предпричиняющей вред здоровью и развитию есть ли автоматическая фильтрация по возрастной группе читателей так вся литература которая вот собрана в библиошколу она собрана с учетом с учетом этого закона то есть там нет никакой литературы которая была у нас 18 плюс вот это сделано вручную вот что касается автоматической фильтрации по возрастной группе спасибо за хороший вопрос вот это мы пока не делали у нас есть фильтрация кто зайдет в эту коллекцию художественной литературы там есть фильтрация по ступеням образования то есть отдельная коллекция для 1-4 5-8 9-11 а вот в общем поиске мы это учтем возможно ли оформление подписки для групп в школ например малокомплектных да как я сказал уже есть возможность консорциумного подключения то есть не одной школы а сразу пакета школ ну вот от пяти скажем вот в этом случае значительно снижается тоже стоимость подписки так что обращайтесь к нам мы с удовольствием в таком формате вас подключим так ну и наконец знакомы ли вы с похожими проектами например литрес школы в чем преимущество вашего проекта да конечно мы знакомы с ними вот и вообще мы действуем параллельно так сказать с литрес у нас очень много аналогичных проектов но отличие здесь фундаментальный литрес ориентирован вообще на художественную литературу причем на популярную литературу скажем у них хит всех годов это общеизвестная книга 50 оттенков серого то есть там очень любят этот ресурс взрослая литература там есть такие развитые разделы эротические литературы и так далее но у нас совершенно параллельный путь мы ориентируемся на не художественную литературу то есть образовательную учебную поэтому даже вот художественная которая у нас есть но это вот или классика или вот такая интеллектуальная литература ее не так много зато вот все что касается образовательной развивающей литературы вот этим мы занимаемся много лет и я думаю что у нас она гораздо большем объеме представлена и более интересно подготовлено вот возможно ли подключить получить бесплатный тестовый доступ да конечно возможно и физическому лицу и юридическому если вы юридическое лицо то вот зайдя на сайт вы увидите там есть как подключиться вы даете свою базовую информацию от какой-то школы и мы предоставляем вот всей школе то есть и родителям и школьникам на один месяц совершенно бесплатный доступ проверяйте пользуйтесь вот если вы физическое лицо то есть родитель допустим то вы перепрыгиваете там оттуда же из библиошколы наш интернет магазин можете индивидуальный тестовый доступ подключить там есть кнопочка такая и посмотреть контент вот и можете соответственно там же приобрести доступ для себя как физическому лицу вот так что пожалуйста заходите на сайт и обращайтесь вот по тем реквизитам которые нам нами даны звоните пишите будем очень рады если наш продукт вам будет интересен ну что ж коллеги наш час подошел к концу хочу поблагодарить всех вас за участие в нашем вебинаре приходите и на другие вебинары полезные которые прежде всего касаются инновации библиотечных информационных ресурсов вот обращайтесь к нам с вопросами что вам было бы интересно наших продуктов в том числе и библию школы что там не хватает мы с удовольствием будем с вами работать взаимодействовать ну что ж на этом пожелаю вам хороших выходных и окончания последнего рабочего дня и до новых и до новых вебинар вебинар и до новых